Зима Закатился в эту глушь Здесь не горит в окошках свет по вечерам И многословие с весельем здесь не в моде Перемешалось все, как в карточной колоде И кто сегодня тот, кто братом был вчера? На утро вьюга заметет мои следы Вот за спиной уже последняя верста Под стук колес мне будут сниться те места И брат приснится мне живым и молодым Выходи, народ! Почта пришла! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А, Витёк! Здорово! Почту привёз? А у нас вот похороны. Замаялись. Сил нет. Вся деревня на кладбище, один я вот корячусь. А кто это? А, это? Это сам Зацепин, Степан Алексеевич. Налетел со своими душегубами. Ты чего? На-ка, хлебни. Давай, давай, почту-то. Ага. Так. Все? Витёк, а ты не поможешь мне одного определить в гроб? Тяжёлый, больный, зараза. А ты чего, мертвяка боишься? Нет. А чего его бояться? Чудак-человек. Пром, Витёк. Я пойду. Пойду я. Давай. Витёк! Кхе-хе-хе. Кхе-хе. Кхе-хе-хе. Здесь, возьми. Да как же это? Здесь, возьми. Ты же сдох, Степан Алексеевич. Возьми здесь. Золото. Золото. Еще. Печать, видишь? Печать. Зацепен. Анисим Иванович. Значит, правду говорят. В деревне схрон твоего прадеда был. Думал, брехал я. Да ничего я не думал. Я боялся. Вся деревня боялась, когда ты убивал. Ничего. Теперь черед твоих архаровцев пришел. И твой тоже. Прадед в схроне. Три пуда таких оставил. На ноги встану. Половина твоя. Эй. Эй. Эй, эй. Эй. Погоди, погоди, погоди. Погоди, Степан Алексеевич. Помирать-то. К чертям своим ты еще успеешь. Подожди, подожди. Ну-ка, давай. Ну-ка. Ну-ка, давай. Ну-ка, пей. Давай, давай, давай. Давай. Пей, 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 пей. Ну, пей, жену! Где мое золото, знаешь? Где? Где? А видно, Кондрат куда спрятал. Или... Или друг твой увез. Как его? Гущин. Кондрат упертый. Его хоть пытай, не пытай, все равно не скажет. А друг твой уехал куда-то? Не знаю. Найду. Помоги только. Рассчитаюсь. И с Кондратом, и с другом. Моим. Ну, неделя только на крышу уйдет. Вагонкой второй этаж обшить. Еще неделя. И по мелочам наберется. Еще неделя. Не торопись ты, торопыга. Ты ж какой дом задумал? Печь. Камин для уюта. Понимаешь? Это ж твой дом. Такой дом раз в жизни строю. Лучше все сразу. Побереги. Руберой. Когда въезжать-то можно будет? На. Месяц. За месяц мы тебе тут все по высшему классу. А ты тоже время зря не теряй. Мебель себе присматривай. Ребята потом расставят. Ты будешь только показывать, куда что. Сюда в холодильник. Сюда. Вера из больницы выйдет. Оклемается. Сама решать будет, что куда ставить. Ты это, флюгрета оставишь? Да. Прикрепи куда-нибудь. Да ты не расстраивайся, Серега. Порадуем и твою жену. 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 Мама! Васька! Что такое? Васька, ну, говори, ну? Ну, что, что, Васька? Ну, что, мама? Звонили. Мама, что? Мама! Кто звонил? Из больницы звонили? Кто звонил, Васька? Ну, кто звонил, Васька? Ну, не молчи, говори! Ну, Васька, ну! Что сказали? Ой, большое спасибо. Спасибо. Хорошего! Еще приходите! Мам, мама! Держи! Смотри, Васька. Пойдём, пойдём. Ну, как назовём? Ой, мамочка, я аккуратно, я аккуратно. Ну, как назовём? У нас Вера уже есть, правильно? Ну, да. Мама у нас Верой зовут. Любовь у нас тоже есть. Да, мама? Значит, будет. Надя, Надежда. Значит, Надя Сергеевна. Надежда Сергеевна. Нет, Надя Сергеевна. Надежда Сергеевна. Ну, осторожней, Серёжа. Ну, всё, всё, идём. Смотри, заснула, я не убаюкаю. Серёжа. Неподглядывай. Ну, а что, идём? Угу. Жалко, дом не успели закончить, но мужики хорошо работают, добротно. Я их поторапливаю, но так, знаешь, осторожно, чтобы не халтурили. Так что чуть-чуть придётся в тесноте побыть. Зато потом заживём, слышь, Надя. Соскучилась. Я тут же соскучилась. А кто говорил, ещё на пару дней в больнице остаться? Ну, на пару дней, почему? Я ж как лучше хотел. Шучу. Мне лучше с тобой и с Валькой. Да. Сегодня, кстати, ровно год, как мы из Чуйска приехали. Надо же, подгадал. Ну, ну, да получается, ни при чём. Чего? Получается, Серёжа. Знаешь, я ведь не не считаю, мне кажется, всю жизнь с тобой ничего другого не было. Закрыл его-то. Открывай. Какой красивый. Тебе. Закрыл его-то. Соскучилась. Тебе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дашка, ты чего? Что случилось? Ты чего, Вера? Да не знаю, Дашка что-то рычит. Посмотри, мне кажется, кто-то есть. Ты здесь постой. Серёжа, ну что? Ну что, Вера, здесь нет никого? Ну Дашка ты рычала. Ну где же рычать? Ты смотри, а. Режок порохлит. Хорошо, мамку успели из роддома забрать. Ага. Ты смотри, а. Чем такое? Потерял что-то, Василий? Нет, думал, историю на столе оставил. Пока, дядя Сергей. Пока, племянничек. Какой племянничек? Ну а где ты здесь видишь дядю? Васька, ты пойми, я ведь не заставляю тебя меня папой называть. Просто, ну какой я тебе дядя? Ну, а как называть? Ну, просто называть, по имени. Сергей. Договорились. Да, ой, Сергей. Так. Чёрт. Тихо, тихо. Сейчас, маленькая, подойду, моя хорошая. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ты, мое солнышко. Что такое, животик болит? Иду, иду, иду. Ну вот сейчас. Тёпленькая бутылочка. Мы с тобой, сейчас мы с тобой чайку попьём, мое маленькое. Сейчас, мое солнышко. Ну, попьём чайку, да? Вот и всё, и будет нам хорошо. На, держи, держи. Вот умница. Девочка моя. Ну, всё хорошо? Хорошо, да? Ты, мое маленькое. Ты, мое солнышко. Уш-ш-ш. Ты представляешь, вчера колец вал запорвал. Классник не получишь на байке. Конечно. Если месяц в клапан один бросишь. Здорово, Серёга, с прибавлением. Здорово, Фёдор, спасибо. Спасибо. Слушай, посмотри, движок, что-то глохнет. Сейчас посмотрим. Угу. Когда первенца обмывать будем? С новосельем решили совместить. С новосельем решили совместить. Вряд ли в новые то хоромы сколько народу поместится. Да, тогда с мебелью лучше не спешить. Не пройдёт, Серёга. У нас народ простой, на полу сядут. Посуды не хватит, и с горла тоже нормально пойдёт. Трамплёр давно менял? Зимой. Слушай, я так чувствую, с этим новосельем придётся у Кораблёва премию просить. Это вариант, Серёга. Он у себя, чё-то мобильно не отвечает. У себя. Опять телефон посеял. Каждую неделю меняет. Совсем у него крышу снесло. Усы сбрил. Да ты чё? А, я видел. Бабу себе завёл, моложе лет на двадцать. Пойду поздороваюсь с этим, Казановый. Давай, давай. А, Сергей, заходи, заходи. Рад видеть. Поздравляю с дочкой. Спасибо. Молодцом, орёл. А как Вера? Всё в порядке. Ну и слава богу. Ну, когда думаешь переезжать? А, да скоро, вот. Люди работают. Ещё бы. Ух ты, какую смету-то выкатили, а? А, просили с оплатой не тянуть. Ладно, Сергей. Не переживай. Поможем. Спасибо. Дарья! Дашка! Дашка, мясо! Ну, где ж ты? Дашка! 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 Куда ж ты запропастилась? Что, хозяйка, собачку потеряла? Вот ведь беда какая. Дарья! Ты покричи погромче, может, она отзовётся? Дарья! Кто вы? Неверная у тебя собачка. Куском мяса поманили, она и пошла. Хозяин дома, или ты одна здесь, в лесу? Дома сейчас позову. А, может быть, вот он? Твой хозяин. Куда же ты? Твой хозяин. Твой хозяин. Уходите, у меня ружьё. Вера, Вера, это я, открой. Вера! Вера! Ты чего? Что случилось? А? Ну? Ну, что случилось? Ну? Кто тебя обидел? Ну? Ну? Мужик какой-то. Какой мужик? У него пистолет был за поясом. А Дара, где? А Дара, где? Я не знаю, почему ты Ваську не забрал? Я машину в лесхозе оставил. Там с двигателем что-то Фёдор посмотрит. А Ваську Кораблёв сейчас из школы привезёт. Вера, ты иди в дом, побудь там. Побудь, побудь. Я сейчас. Пой! Тихо, тихо. Да никуда я не уйду, никуда. С тобой останусь. Ты, мой хороший. Ну вот. Папа сейчас придёт. Не волнуйся. Придёт папа. Мам! Пять! Мам! Пулачка. Здравствуй, Верочка. А где Сергей? Здрасте, Юрий Исаевич. Мам! Мама! Идёт Сергей. Мама. Мама, напусти! Ну чё ты, как маленького? – Здорово. – Здорово. – Ну, что случилось, Серёж? – Дару пропону. Поська, замри. Сколько раз я тебе говорила! А я-то чего? Где Дарка? Садись за стол! Подманили и в машину. Потом один в лесу остался, а второй к дому вернулся. Хорошо, что я вовремя подоспел. А ты их видел? Мне следов достаточно. Вера видела. Ну, так что, Вер? Ну, так что, Вер? Он угрожал? Нет. Нет. А второй? И ведь было два, Вер. Я видел следы. Возле леса. Ты его разглядела? Тварь! Как у тебя наглости хватило! Отвяжись! Что-то себе надумала. Понравилось ему, да? Заберёт, увезёт, а? Сказано уже, с кем я, о чём я думаю, это моё дело. Слава Богу, силы от тебя уйти хватило. А что толку? Ты всё думаешь, сама себе хозяйка? Я решаю, как тебе жить. Я! Серёж. Что? Ты меня про другого спрашивал? Так вот, мне показалось. Ну, что? Что тебе показалось? Там у Леса Степан был. Какой Степан? Зацепим. Да ты что? Вера. Серёж, я не говорю, что я видела. Но я почувствовала, что ли? Что мне врать тебе? Ну, ты чего? Успокойся, слышь. Ты же знаешь, Степановщик, да, в Крыжанцах остался, да? Я знаю. Ну и всё, да? Ты только не оставляй меня одну, ладно? Ну, да. И не мечтай. Замёрзли? Нет. Здрасте! Ну чё, починили? Здорово, Василий. А как же, запрягай. Ну, чё там? Хреново, Серёга. Васька! Тихо! Понятно, что хреново, столько лет по колдобинам и выбоинам. Да нет, послужит ещё. Если, конечно, диверсанта поймать. Какого диверсанта? Который тебе сахар в бак сыпал. Может, балец баловал? Собака не вернулась? Пристрелили её, наверное. Подальше в лес увезли, чтобы выстрелов никто не слышал. Переезжать будем. Первый этаж уже готов, только окна застеклить. Одобряю, Серёга. Там люди кругом всё спокойнее. Ну, так ты свободен? Кораблёв на весь день отпустил. Хорошо. Значит, я сначала Ваську в школу отвезу, а потом к строителям заеду. Езжай, не беспокойся. Спасибо, Фёдор. Да о чём ты? Хозяйка, привет. Привет. Привет, Федь. Завтракать будешь? Чай горячий. От горячего не откажусь. Твой подарок первый. А я знал. Ну-ка, кто здесь у нас? Красавица! Да. Да ладно, там ещё ничего не видно. Да как же, видно. Бровки дугой идут. Садись, чай стынет. Да дай ты поиграть-то, мамаш. Пора свои заводить. Точно пора. Простите. Простите. Да, всем повезло, окромя хозяина. Здрасте. Привет, Серёга. Так это значит, вы хозяин? Хозяин. Бывший. Видишь, как оно получается. Человек предполагает, а располагает, сам знаешь кто. Здесь без всякой мистики обошлось. Поджог однозначно. Порядок, Степан. Полыхнуло, что надо. Антон, твоей бывшей сечёт. Ты тоже поезжай, Глеб. Ну ты меня хоть посвяти, что ли, в свой план? Чтоб я в курсе был. Чего мы их сразу-то не взяли? Теперь менты суетятся и всё такое. Хреново у меня получилось. Да, Глеб? Хреново. А дружок мой бывший, Серёга. С десяти метров муху на лету бьёт. Так мы ж не мухи. Глазом моргнуть не успеешь, не то что на курок нажать. Дай нож. Ну а дальше? Не сегодня, не завтра. Гущин. Веру с детьми. И в Чуиск отправит. Куда же ещё? Там их и прихватим. И лесник золото вернёт. Если у него оно. А если нет, в Киржанцы со мной поедет. Искать будет, землю рыть. Выхода другого у него не будет. Нормально объяснил. Нормально объяснил. Ирисович. Привет, Ирисович. Приветствую. Ну чё там у вас? Ну я только что из милиции, Сергей. Подняли дела на задержанных тобой браконьеров. С полсотни набралось. Я не считал. Зато каждый из них мог тебя посчитать. А теперь вот кто-то мстит. Жил бы как раньше один. Никаких проблем. А сейчас хоть вещи собирай. Да дом бросай. В Чуис, что ли, поехать у Веры там дом остался? Ну зачем же сразу в Чуиск? Есть вариант и поближе. Турбазу я недавно прикупил. Для бизнеса. У меня ведь деньги от продажи золотишко остались. Ты сам-то тогда отказался, помнишь? Ну а я, значит, турбазу решил. Да. Ваше право. Да. Пока там только сторож, да с десяток домов пустыми стоят. Выбирай любой. Выбирай любой. Имеешь право. Давайте в школу ходить надо. Какая школа? Оформим экстернат. Будут заниматься дома. Ну, поезжайте, осмотритесь. А мы здесь охрану поставим. Найдём отморозков. Тогда будете решать. Или оставаться, или будем ждать. Пока новый дом тебе отстроим. Деньги остались. Ещё на один хватит. Ну так что, Сергей? С Верой поговорить надо. Ну? Ну. Слушай, может зайдёшь, чайку попьёшь? Да нет, спасибо. Я уже лучше здесь. Ну ладно. Может зайдёшь всё-таки? Ступай, Сергей. Поговори сам. В новый дом перебираться не хотела. Знаешь почему, Серёж? А в Чуйской подавно не поеду. Я тоже. Ты ведь сам говорил. Помнишь? Помню, Василий. Помню. Но спроси, читай. Был обязан. Ты спросил, мы ответили. Да, мам? Что это там, а? В машину, быстро. Да. Спит. Та уснула. Смотрите там. Да. Сидите, сидите, я открою. Я открою. Осторожно. Опа. Здравствуйте. Добрый вечер. День. Григорий. Константин, в смысле Сергей. Здравствуйте. Вера. Здравствуйте. Очень приятно. А это ваша Наденька. Очень приятно. Надежда Сергеевна. Кораблёв велел для вас домик подготовить. Спасибо. Ну, если что, выбирайте сами. Нет, ну что вы, если вы уже подготовили, надо же нам уважать работу других людей. Ну, работа, какая у меня работа? Работа, когда отдыхающая. А сейчас сплошное безделье. Курорт? Серёж, дай мне телефон, я Ваське позвоню, а то я волнуюсь. Ой-ой-ой, мобильный ваш здесь не возьмёт. Как не возьмёт? Нет. Пойдёмте ко мне. А у вас тут? У меня здесь спутниковая связь. Не волнуйтесь, всё в порядке. Слушай, что там разумновалось, подержишь? Прошу. Ага. Ваське привет передавай. Хорошо. Спасибо вам. Ну, давай, мы скоро. Давай-давай. Будем, будет. А ну смотри, что это такое. Что это такое? Что это такое, а? А ну, давай угадаем, в каком доме будем жить, а? А тут нравится? А тут не нравится? Мне тоже не очень. А вот тут вот тут нравится? Ну, мне тоже нравится. Совпадение вкусов налицо. Чёрт. Где же она? Алло. Да. Ну, решайте без меня. Вышли вторую бригаду на участок, а эти пятьсот кубов на доску пусти. Тридцатку, да. Хорошо. Да, хорошо. Угу. Что за глупые шутки? Не дёргайся. Езжай прямо. На повороте возьмёшь левее. Вы кто? Езжай, тебе говорят. Тридцат. Куда? Что вы от меня хотите? Что вам надо? Я, между прочим, Кораблёв. Знакомая фамилия. Да. Я директор лесхоза. Меня, между прочим, здесь все знают. Золотишком приторговывал, директор. Остальные трипуда. Где? Язык проглотил. Кто вы? Зацепин Степан Алексеевич. Правнук Анисима Ивановича. Ну, где мое золото? Не знаю. Вам лучше у Кондрата Скержанцов спросить надо. А у Гущина Сергея не спрашивать? Гущин-то тут при чем? Кондрат для него только пять слитков передал. Ну, а я их... В общем, я их продал. Гущин где, знаешь? Говори. Серёж! Ау! Смотри, белая глина! Да ты что? Всё, боже мой, потерял жену, потерял. Где искать? Ты посмотри, какая. Как погуляли? Слушай, там так здорово, такая красота. Там такие места. Давай сходим вместе. Обязательно сходим, потом с Васькой. Ну, хорошо. Я, кстати, ему как раз фетра звонил, я вам в школу ехал. Ну? А Кораблёв обещал с директором по поводу экстремат поговорить. Слушай, мне бы с Кораблёвым тоже пару слов перегинут. Можно, Григорий? Всегда, пожалуйста. Спасибо. Заходи. Я пойду с ней погуляю. Хорошо. Звони, когда надо. Я дверь не закрываю. А хочешь, музыку слушай. Ух ты, у вас ещё и музыка есть. Да, пластинки собираю. У меня целая коллекция. Раритет? Да. Не отвечает? С ним знаешь, как бывает. Мобильный забудет, и весь день до него не дозвонишься. Да. А ещё чаще говорят, теряет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПОДПИШИНЫЙ ЗВОНОК ПОДПИШИНЫЙ ЗВОНОК ПОДПИШИНЫЙ ЗВОНОК Пока, бать! Пока, бать! Чего растерялся, Василий? Я ничего. А вы откуда меня знаете? Видел тебя с родителями. С Верой и Сергеем Гущиным. Меня Антон зовут. ПОДПИШИНЫЙ ЗВОНОК Машину-то хоть узнал? Конечно, узнал. Правильно. Юрий Исаевича джип. Ну что, садись. Поехали к родителям на турбазу. А почему Кораблёв сам меня не забрал? Так он директор, у него дела. Вот меня попросил тебя подвезти. Нам бы до темноты успеть. ПОДПИШИНЫЙ ЗВОНОК 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 А ещё я их в чай добавляю. Чищенные, конечно. Про чай не слышала. А вот гедровка из них прекрасна. Я сама делаю. Если в отпуск, то на месяц не меньше. Это хорошо. Здесь источники целебные. Рядом. Уснула? Уснула. Вы тоже без задних... Вы тоже без задних ног спать будете. Обещаю. Да, воздух здесь какой. Я говорю, орешки у вас очень крупные. Орешки сам собирал. Да. Тут кедрач хороший. Вы сами-то давно тут? Я уж лет десять. Не скучно вам здесь? Не, прикипел. Да? В тишине. Поселок выбираюсь, голова кругом. А в городе, как люди живут, не понимаю. Каждому свое место. Я к тому, что я свое место на земле нашел. А жена, дети? Один я. Как перст. Да. Да. Открой, слышишь? Открой! Но все к тебе не жить. Где ты, урод? Что тебе от меня надо? Я людям не враг. Приезжали, отдыхали. Здесь источники целебные. Рядом. И ключи бьют. Даже зимой. Если захотите посмотреть, я покажу. Ну, мы завтра, мы завтра обязательно сходим. Да, вы знаете, вот завтра прямо с утра заходите, забирайте Веру и пойдете смотреть на ключи. Договорились? Завтра с утра. Да. Рядом, прямо с утра, лечебные же источники, есть что посмотреть. Да. До свидания, спокойной ночи. И ключи бьют. Так. Завтра. До свидания. Спокойной ночи. Забавный старик. Выпусти меня! Выпусти! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А раньше ты меня в него в кое дело, Серега. Сейчас согласен на ничью. Нет. На моей земле меня хребт кто сделает. Субтитры сделал DimaTorzok. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ага. Ты куда? Завай, скай. Ага. Ты давай спи ещё. Давай. Давай, спи. Серёж. Субтитры сделал DimaTorzok. Ау. Чего? Ничего. Ничего. Вера, слушай. Давай сегодня пикник устроим. Я Ваську заберу. Ну, заедем, купим мясо, венца. Григория позовём. Давай. Да? Давай. Давай. Вера, Вера, ты чё? Завачкой надоедай. Ты чё? Всё. Давай. Спи. Григорий. 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 Серёжа, а где Наденька? Стой, слышишь? Никуда не выходи. Сети тихо. – Не дергайся. – Антон, погляди, чего у него там за пазухой? Не иначе камень затаил. Ему не впервой. Вот и встретились, Серёга, на этом свете. Не ожидал. Ну, стой! А вот и Верунчик. Крепко спишь. Сны, наверное, сладкие снятся. – Я не снился, Верунчик? – Нет, Степан. А я каждый день вспоминал. Каждую минуту, каждую секунду. Вот сам решил навестить. От вас это приглашение не дождёшься? На тот свет, Степан. Письма не посылают. Хорошо сказал, Серёга. Не теряешься. Верунчик, а ну-ка, лови. Держи крепче. Моя боль. Знакомая вещь, Серёга. Не этим ли пёрышком ты меня в сердце шарахнул? Тут в киржанцах осталось. А я вот где. Мне воскресать не впервой. Только могилка в киржанцах на добрую память осталась. Ребят, вы чего? Заходите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хорошо устроились? Место хорошее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А самое хорошее то, что искать вас здесь никто не будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Глеб, дай бумажку. Ксивы на эту турбазу. Потому что мужик, который вас сюда спровадил... Кораблёв. Царство мне небесное. Перед смертью божился, что никому про это место не рассказывал. А стало быть, никто про него не знает. А где мой сын? Почему не встречает? Здесь Васьки нет, Степан. Ай-яй-яй. Как же так, Верунчик? С чужим потомством нянчишься, а мой парень по боку. Непорядок. Степан, отпусти свою шестёрку. Поговорим. Как тогда в Киржанцах? Один на один. Поговорили, да? Значит, не договорили. Еще придётся. Вместе в Киржанцы поедем. А Верунчик здесь останется. Глеб опекун хороший. Кстати, зря ты его словом приложил. Вдруг обиделся. Парень. Ничего, я отходчивый. В общем так, Серёга. Поможешь вернуть мне фамильное золотишко. А после уж поговорим. Обещаю. А стоит ли откладывать? А вдруг в Киржанцах золота нет, Степан? Чего зря. Суетиться. Не суетиться, Серёга, а играть. Строго по моим правилам. Так что, если хочешь, чтобы Верунчик и копия твоя пережили нашу встречу, не тяни. Собирайся. Прощайтесь. Глеб, я Антону указание дам. А вы, Фёдор Евгеньевич, что? Что? Наверное, грибы собирали. Да как объяснить, капитан? Ну так, как есть. На работе кораблёв вчера не появился. Мобильник не отличал. Ну, у начальника свои дела бывают. Сегодня жене его звоню домой, она тоже не в курсе. Говорит, вчера утром ещё он Ваську, сына нашего лесничего Гущина, в школу повёз. Ну, я в школу. Говорят, был Кораблёв, к директору заходил. Ну? Ну, дорога от школы до лесхоза вот здесь рядом. Ну, иду, вижу следы от шин Кораблёвского джипа. Вы все шины узнаёте? Ладно, поехали. Кораблёву сам ставил. Неделю назад. Ну, пошёл по следам, а тут... Можно увозить. Алексеенко, займись! Ей! Можете сказать, когда наступила смерть? Ну, хотя бы приблизительно. Не меньше суток. А так, экспертиза покажет. Ну, я свободен, капитан? Нет, Фёдор Евгеньевич. Подождите, составим акт. Проверим ваши алиби. Сравним данные. Экспертиза покажет. У-у-у-у-у-у. Я всегда знала, что он придёт и всё разрушит. Пум-пум-пум. Пум! Скажи, мама, не волнуйся. Ну, и все. Пока Степан свое золото не получил, он с нами ничего не сделает. А в кижанцах я что-нибудь придумаю. Контракт поможет. Все, время вышло. Собирайся, Серега. Путь не близкий. Если моих хоть пальцем тронешь, глотку перегрызу. Никто никого без моей команды не тронет. Глеб, подожди меня там. Я сейчас. Что, Верунчик, сбежала на край света? Сына забрала. Захотела другого мужика? Черт с тобой. Но Васька со мной останется. Я его буду жизньючить. Только я. Будь ты проклят, Степан. Кондрат! Слышь, Кондрат! Махом, что орешь? Случилось что? Там Мария твоя. Что Мария? Упала и без сознания. Ну, как Авдей тогда? Значит так, Серега. Попросишь у Кондрата вернуть золото? По-хорошему. Если нет, придется по-плохому просить. Не боишься, Степан? Помнишь, сколько Кондрат твоих людей положил? Взвод, не меньше. Ну, а мы с тобой вдвоем роты стоим. И стимул есть. Да, Серега? Вот там сверни. В городе светиться нам смысла нет. На полустанке в поезд прыгнем. Смилостивятся покровители наши в час беды, как два брата, Николай и Архистратик Михаил, сойдутся от травы Божьей Марии и хворь отгонять. Смилостивятся покровители наши в час беды, как два брата, Николай и Архистратик Михаил, сойдутся от травы Божьей Марии и хворь отгонять. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень в море. Принёс? А то, всё как положено. И вскипятил, и процедил. Спасибо тебе. Да не за что. Ну, как она? А вот Авдей также помер. Лихорадка налетела, и нету Авдея. Типун тебе на язык. Пахом. А, точно, точно. Типун мне на язык. Типун. Ты возьми лучше ведро. Ещё воды принеси. Сделаю. Сделаю, Акулина. Сделаю. Давай. Не заперто. Ещё чего-нибудь желаете? Да нет, остальное у нас с собой. Мы с Серёгой запасливаем. Все вы, алкаши, запасливаем. Сдачи не надо. А чего надо? Я как звать-то? Тамара. Тамара, сделай так, чтобы нас никто не беспокоил. Зачем же беспокоить? Давай. Можно расслабиться. Ненадолго. Заражу встречу, Серёга. А я выпью. Серёга, ты, если хочешь расклады наши уточнить, спрашивай, не стесняйся. Значит, обо всём договорились. Да, Серёга, если я вовремя на связь не выйду, Верунчику и дочери твоей не жить. Глебу авансом за всё заплачено. Когда на связь тебе выходить, Степан? Ты лучше расслабься, Серёга. Чтоб нервишки не подвели. Красавица! Если чё, из жратвы надо? Или там для малой? Где мой сын, скажите? В порядке, он, не переживай. Я хочу его увидеть. Спрошу у Степана. А позвонить ему можно? Другие просьбы есть? Других просьб нет. Ну что, связь наладил, морячок? А куда она денется? Да я тут прибрался. Сторожа в овраг отточил, ветками закидал там, кровь замыл. О, хозяйственный ты мужик, Антон. Слушай, Глеб, я тут подумал, может, мы пацана сюда перевезём? Домиков тут свободных много, да и нам удобней будет. Нет, Степан всё правильно рассчитал. Представь, кто-нибудь заявится, случайно, отдохнуть под шашлыки. Так баба это слово не пикнет, пока будет знать, что сын её далеко и под нашим присмотром. Понял? Понял. Доми Гущина пошустрить? Конечно. Вдруг у него там золотишко под полом припрятано. Хорошо. Давай. Доми Гущина пошустрить? Почему? Ой! Очень! Почему? Почему? Что? У меня даже не мало, потому что ты золотой кベ 很 част Ну что, освоился, пацан? Пусти! Пусти! Успокойся, тебе говорят, а то слышу. Отец разрешил. Какой отец? Твой, Зацепин, Степан Алексеевич. Дурацкие у тебя, дядя, шуточки. Он мертв. Жив. Еще как жив. По делам отъехал. Вернется. Тебя с собой заберет. Понял? Куда заберет? Врешь ты все! Врешь! Врешь! Ах ты, прыткий какой! Вместе здесь твоего отца подождем. Ах ты, дяденыш, ну все. Сам напросился. Не хочу! Пусти! Не хочу! Пусти! 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 Поехали! Живой! Живой! Живой, Степан! Живой! Вспомним былые денёчки. Помогай, Алгейбр, брат, всем пуган. Помогай. За золото воюбишь, Степан? За своё, за кровное. Полюбуйся, здесь моя фамилия. Я-то тебе зачем? Каждому грешнику нужен свой праведник. А мы с тобой, Степан, уже, наверное, не разойдёмся. И что же мы тут с тобой здесь, в церкви, положим? Как она? Жара нет, но только в себя не приходит. Чё делать? Всё, что могла, сказала, сделала. Теперь только ты, Кондрата. Я для Маши всё готов сделать. Скажи, чё надо? Золото Степана. От него вся напасть. Сначала Авдей, теперь вот Мария. Где золото? Я его в лесу спрятал, в земле. Мария знает. Вместе решили. От глаз подальше. И так на нём крови. Много крови. Я Авдей знал. Помогал. Вместе золото до зимы вынесли. Спався, Кондрат. В реку. Пусть вода смоет. Может, тогда беда отступит. Поспеши, Кондрат. Пахом, вставай. Чего? Ничего такого? Пойдём за молоком. Алёша скоро проснётся. Кондрат, а ты куда с ружьём-то? В город пойду. За лекарствами. Ну, давай. В город, значит. Ну, я с тобой. Вдвоём веселее. Стоило Степана воскресать, чтобы в родной город ночью, как вор, через черный ход пробираться. Всех в кулак я держал. Все на поклон ходили. А как слух о моей смерти прошелестел. Как крысы амбарные. Все моё по углам растащили. Ну, ничего, Серёга, ничего. Ничего. Я своё верну. Дай только время. Соскучилась ли баня? Соскучилась. Здравствуй. Проходи. Налетай, Серёга. До Киржанцов привала не будет. Сам ты поешь, Степан. Я только переоденусь в дорогу. Да и Глебу отзвонюсь. Что смотришь? Думаешь, не отговаривала? Умоляла, кабак этот на меня оформлен. Говорила, давай продадим, уедем. Нет, куда он за свои земли? Да ещё это золото проклятущее. Открою другие, да. Приятного язв Along. Она изхитывалаş Ладно, я, Люба. Веру-то ты, почему не пожалела? Подруга всё-таки. Ты о чём? Я Степану своего адреса не оставлял. Ах, вот ты как решил. А я ведь не словечко Степану. Куда Вера с тобой уехала? Он спрашивал, только зря ты меня винишь. А кого мне винить? Себя. Объясни. Степан объяснит. Будет у вас время, наговоритесь. Ну, если так сложилось всё с золотом, ну помоги ты ему, а? И живите дальше. С Васькой хочет поговорить. Пускай поговорит, если тихо себя ведёт. Сейчас в Киржанцы выезжаем. Глеб, я тебе ещё позвоню. Разок. Часа через два. Если нет, то как договаривались. Кончай, Верунчика. Смолой сам решай. Охота возиться, бери с собой. Все. На всякий случай. Прощай, Глеб. Хреново. Любка готовит. Да, Серега? Ну что, Серега, тяжело себя сдерживать? Знал бы ты, как мне тяжело. Ты у меня всё отнял. А ты? А сам спокойно жить захотел? Не выйдет. Люба, возьми телефон. Возьми, я сказал. Ну что, Серега, пришёл в себя? Не надо, Сергей! Телефон. Отдай, Люба. Не рискуй, Серёга. Глеб услышит твой голос. Занервничает. Серёж, не надо, я прошу тебя, не надо. Он убьёт Веру. Правильно. Побереги нервишки. Игра только началась. И ствол отдай. Ты ведь в меня стрелять не станешь. Смысла нет. Телефон при мне останется. При мне звонить будешь. Правильно, командир. Контролируй ситуацию. Если тебе так спокойнее. Кхе-кхе-кхе! Тормози! Тормози! Дальше связи не будет! Телефон дай! Тихо-кхе-кхе! Тихо-кхе-кхе! Тихо-кхе-кхе-кхе! Очнулась, девонька. А что со мной случилось, Акулина? А ты не думай. Что было, то прошло. Главное, Кондрат твой на верном пути оказался. А где он? А ты не думай. Пахом! Держи свой нож. Пригодится. Убери, Степан. У меня в киржанцах врагов нет. Ой, не зарекайся, Серега. Когда золото на свет достанут, враги как грибы после дождя попрут. Пахом! 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 Заходи. Провокнешь. Сергей? Здравствуй, Мария. Да живой я, живой. Потрогай, не бойся. Чё ты здесь забыла? Пахом бабы. Ты муж, не жена. Ага. Хватит куражиться, Степан. Не забывай, чья игра здесь. По чьим правилам, Серега? Мария, Кондрата сюда приведи. Зачем? Поторопи. Пусть принесет мое золото. Если не уйду я из киржанцов с золотом, его семейство дня лишнего не проживет. Ушел, Кондрат, на зимовье. Когда вернется? Он за золотом твоим пошел. Зачем? Чтобы избавиться, Сергей, поперек горла нам твое проклятое золото. Поспеши. Может, догонишь. Тебе Кондрат отдаст. Один пошел? Да. А Пахом где? Я не знаю. Я к нему за молоком для сына пришла. Не просто так его здесь нет. Не просто, я чую. Он же ведь не дурак, Пахом. И до золота же один. А ружье его где? Я не знаю. В попыхах собирался Пахом. В попыхах. Серега. Далеко до зимовья. Мария. Часа три будет. С нами пойдешь. С ума не сходи, Степан. Мария в нашем темпе часа не выдержит. Нам другой проводник нужен. Да. Я сейчас, я позову. Провожатого. Если мы Кондрату не поможем, Пахом ведь его завалит. Выходит мы вовремя поспели. Ну что, Серега, общий враг у нас объявился. Теперь веселее дело пойдет. Зря ты Кондрат от экрана хоронишь. Может быть и так. Только против Пахома воевать с подручней. Мне, Степан, дома с женой и детьми с подручней. За них и постараешься. Вот, Евсей. Он проводит вас на зимовья Кондрата. Не боись, не укусов. Не бойся, пойдем. Пойдем. Колокол гудит. Чего-то будет. Пойдем. Ты погоди, Кондрат. Дай взглянуть. Смотри. Не дури, Пахом. Ружье убери. Сглупил ты, Кондрат. Надо было на всех. На всю деревню золотишко поделить. А ты к себе на заимку унес. От греха подальше. Век жили без него и сейчас проживем. А ты, значит, вот так вот. За всех решаешь, да? Самый умный, да? Пахом, ружье опусти. Нет. Нет, Кондратушка. Теперь настал мой черед. Судьбу испытывать. А ты ломко кувыркнулся, Кондрат? А может, мне тебя отпустить, а? Ты иди. С золотом я теперь и сам справлюсь. Это теперь моя забота. Уходи. Если подпустил сразу, ушел. А так в твою доброту не верю. Кондрат! А тебе в перестрелке-то ведь не продержаться. Ты ведь в лес погулять вышел. А я на охоту. Патронов-то я припас. А у тебя сколько осталось, а? Один или два? Угадал, а? Мне и одного хватит, Пахом! Что, попал, Пахом? Пахом! Отзовись! Пахом! 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 Говорил же тебе. Сглупил ты, Кондрат. Разрешите? А, давай. Проходите, Федор Евгеньевич. Присаживайтесь. Свободен. Так. Как вам у нас отдыхалось, не спрашиваю. Я не в обиде, начальник. В КПЗ люксов не предусмотрено. А вот ирония ваша неуместна. Распишитесь вот здесь. Подписка о невыезде. Если ваши показания ещё понадобятся, вызовем повесткой. А что ж, получается, отпускаете меня? Так, подтвердилось ваше алиби. К убийству директора лесхоза Кораблёва вы не имеете никакого отношения. Спасибо, капитан. Да, не за что. Не за что. Вот. Предъявите на выходе. А Ваську сына Гущина ищете? Ищем. Весь город портретами расклеили. А сам Сергей, Вера, жена его, не объявлялись? Как говорится, ни слуха, ни духа. Тоже ищем. Тоже портреты. Ну-ка, до свидания, Фёдор Евгеньевич. До свидания. Развяжи. Руки затекли. Что, запарился, пацан? Я узлы вязать умею, на флоте служил. Пусть на речном, но тебе от этого не легче. Ты ещё своё получишь, морячок. Отец велел с тобой построже быть. Так и сказал, если что, связывай. А ты, Иван, синяков мне наставил. За руку укусил. Сергей меня найдёт? Ты тогда за всё ответишь. Неужели тебе с отчимом лучше, чем с отцом родным? Да, лучше! Ну, с отчимом Степан уже договорился. Вместе они путешествуют. Заодно они, понял? Врёшь! Эй, как тебя? Евсей, далеко ещё идти? По прямой всего ничего. По прямой быстро дойдём. С Кондратом не разменёмся? Кондрат кружить не станет. Зачем ему? Кондрату-то незачем. А вот Пахом вряд ли напрямки пойдёт. Расслабляет. Намы. Воплоть. В голове. Расслабляет. Понимаете? Ставис. На сердце. Субтитры делал DimaTorzok Степан с Нечистью в дружбе Я со всеми в дружбе, кто поперёк не идёт Вот вы идите сами, а я здесь обошну Что скажешь, командир? Обходим, ты справа, я слева Как в старые добрые времена, Серёга, не жалеешь, не вспоминаешь? Нет Субтитры делал DimaTorzok Отвоевался, Кондрат Серёга, понимаю За друга вступиться решил Евсей, пойди посмотри О своей семье ты подумал? Нам спешить надо, а Кондрат уже не жалец Иди тебе решать Пахом уже решил Пахом три пуда золота на себе тащит К тому же погоню не ожидает Догоним, Степан Ну что там, Евсей? Жив ещё Жив, надо в деревню перевязать, да скорее к Кукулине Ладно Пять минут тебе даю Серёга Кондрат Кондрат Ну Ах ты его Ну Потерпи, потерпи Промыть бы рану Степан, дай водку Жива ещё Армейская сноровка Что ей сделается А у тебя, Степан Выдержишь марш-бросок Пять минут бегом, две шагом За своим золотом на крыльях прячу Пахом в Чуйск не пошёл Туда рванул Что там, Евсей? Тайга И всё? Река там А потом тайга Видно, Пахом по воде решил уйти Побоялся в Чуйск своим золотом Ну что, Евсей? Дотянешь сам? Дотяну, не соблювайся Давай, Степан Помогай Степан Не один я спешу, ты тоже Давай Значит, вместе мы, Серёга? Вместе, вместе Субтитры делал DimaTorzok Ну, с Богом С Богом Ну что, вперёд, Степан Пошёл Давай Набираем темп Эй Эй Телефон не потеряй Не потеряй Ни хрена себе рванул Все правильно Торопись, Серёга Неверная жена Первой представится Все правильно, Серёга Ну что, красавица, идём? Можно потише? Идём, тебе говорят Куда? Звонить Оставь-то её, пусть спит Мне так спокойно Идём Сколько он тебе заплатит, Степан? Уже заплатил Убить придётся, ещё заплатит Сможешь? Что? Убить сможешь Меня, ребёнка Ты меня, красавица, своими вопросиками не мучай Надо будет убить, убью Всему своё время А ты никак откупиться решила, а? Или у самой где-то цветняк зарыт? Что? Золото, дура Заходи Так что ты там Насчёт золотишка-то говорила? Нет, Глеб Золота у меня нет Золота у тебя нет А что же мне с тебя взять-то? Что взять с тебя, спрашиваю? А ты сам подумай, чего тебе не хватает Ладно Вместе подумаем Антоха Это Глеб Маловый там рядом Давай его сюда, пускай с мамкой поговорит Говори Мама Мамочка Васька Васька, сынок Это я, мама С тобой всё в порядке Как ты себя чувствуешь? Тебя никто не обижает? Да нет, всё в порядке, мам Мне говорят, отец жив Это правда, мам? Он меня хочет с собой забрать? Да? Василёк, ты только ничего не бойся, слышишь? Я обещаю, с тобой ничего не случится Слышишь меня? А где Сергей? Что с ним, мам? Зачистил пахом с привалами Вот она, жадность Сбрось половину груза Двы раз быстрее пойдёшь Нет Всё на себе тянет Кто ж от такой ноши откажется? Даже ты и не удержался Ты о чём, Степан? Да ты не зыркой Мне твой Кораблёв Перед смертью душу открыл Когда он от Кондрата До тебя пять слитков притащил Ты сначала ни в какую Ну так, для вида, наверное Ну и тебя надолго не хватило Серёга Серёж Кондрат и Мария для тебя передали Ну а ты уж сам решай Продать или Сохранить Нечего решить Не нужно мне золото, сказал жен Да послушай меня, Сергей Ты ведь теперь не один Ну сам подумай Как с Верой и мальчишкой В лесничестве жить будешь А ещё глядишь и пополнение скоро Дом для жены и детей построить Святое дело Ты не горячись, Сергей Подумай Тебе и делать ничего не надо Я сам всё оформлю Такой домино вам отстроим Ух! Кораблёв золотишко продал А слиточки-то приметные На них печать прадеда моего Анисим Иванович Слух аж до самого чуська закатился Что? Где? А с хранитой слиточки Может быть не нашёл бы тебя Верунчик небось себя гложет Думаю через неё я на тебя вышел А я сам муженька зацепьёт Перед всеми ты выходит виноват Серёга И передо мной И перед Верунчиком Вперёд иди Ладно, хватит на сегодня Спасибо, Глеб А я вот как раз подумать успел Отпусти Отпусти, скажу ведь Степану Что-то я тебя не понимаю, красавица Кто-то купиться хотела Кто-то Степану скажу, а? А ты боишься? Легко быть сильным передо мной, да? Вернётся Степан на задних лапках Ходить будешь Я спросила, Глеб Чего тебе не хватает Не о том ты подумал Ты можешь больше получить, Глеб Я прошу прощения Можно вас на минутку? У меня только один вопрос, девушка Здрасте Здесь вроде где-то источники есть С водопадами Вы не подскажете где? Простите, вы меня понимаете? Вот, всё в порядке Добрый день День добрый Ну-ну-ну-ну Не обращайте внимания Давно одни живём От людей я свыкла совсем Дорогой, посмотри, я нашла Смотри, мы неправильно ехали Помнишь, мы вот здесь вот на горке повернули Надо было продолжать ехать в город Здравствуйте Здравствуйте Ну, подскажи людям, как доехать-то? Сейчас всё время прямо, около двух километров, а потом направо А там пешочком Спасибо, спасибо Пойдём Пойдём, пойдём, садись До свидания Не повезло тебе с раскладом, красавица Помощи ждать неоткуда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не хочу Слушай, кто тебя спрашивает, а? Если через минуту не начнёшь есть Я тебя насильно кормить буду, понял? Эй, ты где? Шутки со мной решил шутить? Командир Только тебя с юмором не очень С некоторых пор Эй, ты, слышь! Чёрт! Тьфу! Вот попал На колышек и конец всем твоим страданиям А так Сколько там ещё Впереди Когда отец вернётся? Скоро Скоро А где мы жить будем? Не знаю Это Степану решать Может, в Чуйск переедете? Не, лучше на юг Да Там тепло Фрукты А где фрукты вообще? Чё? Тебе раз отец не говорил, что я фрукты люблю? Ничего он про фрукты не говорил Ну, к съезде купи Ага, щас! Ешь, чего дают! Давай, Серёга! Цепляйся! За жизнь! Другого случая, может, не представиться Держи Держи! Держи Не слышу, спасибо! И не услышишь Без тебя хил совсем не осталось Ну, так дожди здесь Я сам за бахом Нет, пока могу, я буду сам Топать Слышь, ты Чисто плюй А ты сказал Верке На чьей бабке ты дом строишь, а? Слышь, Степа Ты б помолчал вон уже Чуть дышишь Скоро вообще сдохнешь Тогда на себе потащишь Понял? Топать Доんと сти Дергать Вык Слышь Это Б grab Брят Ну Грsome Cu В ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фёдор! Здорово, Захарович. Отпустили тебя? Ну? Слава Богу! А мы ментам говорили, не виноват ты. Заходи. В обыск устроили. Ружьё Гущина забрали. Кабинет Кораблёва перетрясли. Все бумаги куда-то увезли. А что в них толку? Бумажки, они и есть бумажки. От Гущина никаких вестей? В милиции все новости. Подозревают они Серёгу. Мол, не просто так исчез. И неизвестно, где он. Вы умники. Пропал человек. Жена его, детей двое. Им дела нет. Ружьё забрали. Что я Серёге скажу? Про ружьё-то. Степан! 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 Степ... Чё разорался? Тебя потерял. Эхо в тайге на километры. Пахому слышит затаиться. Ага. Ты давай еще поучи меня. Отдохнул? Вставай давай. Стой давай! Не ори! Грибы распугаешь. Пошел! Гриб, можно. Вот. Ахо. Кестеро козел, сука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Степан, нет времени. Если к полудню хотим в Чуйск вернуться, чтобы позвонить... В Чуйск, считай, мы уже опоздали. Что? Да тихо ты. Субтитры сделал DimaTorzok Глотни. Субтитры сделал DimaTorzok и попрощаемся. У меня для нашей игры другой финал заготовлен. Тебе понравится? Говори. Нет, Серёга. Доберёмся. А тогда я тебе уже все карты на стол наложил. На. Значит, наверху у нас будет комната для гостей. Вот там вот, в Аськино комната. А вот тут вот детская. Да? Да? На первом этаже. Гостиная, кухня и наша комната. Да, заблудиться можно. Ага. Просторно. А тебе чего, не нравится? Неуютно. Да нет, Вер, просто недостроена ещё. Обживёмся. Ты не говорил, что так размахнулся? Сюрприз. На какие деньги? Кораблёв премию дал. Чего? Серёж, таких премий не бывает. Ты хочешь сказать, что это на золото, которое Кондрат дал? Ну и пусть. Ну и что? Ну и хорошо. Вера, да если б я один был, я бы как-нибудь перебился. А нас двое. Нас двое, нас двое. Ну давай перебьёмся, я не хочу здесь жить. Вера, ну в нашей коморке не развернуться. Вера, 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 ну, Вера. Серёж, как ты не понимаешь, я свой дом с тобой уже вот здесь построила. Да. А тут мне всё будет о прошлом напоминать. Нет, не будет. Не будет. Всё будет хорошо. Ты только верь мне, хорошо? Дарья, Дарушка, живо, бродяга. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Лежи, лежи. Повезло тебе. А где вот твои хозяева? Выпьешь со мной? Ну, дело хозяйское. Садись. Сядь. Ты сама-то понимаешь, чего хочешь? Жить спокойно. С мужем и детьми как жили. Пока Степан не объявился. Ну, как жили раньше, сейчас не получится. Что с нами будет, Глеб? А мне-то что стало будет? Да прекрати ты, что тебе баб мало. Бабы? Ау! Вы где? Не слыхать, не видать? Глухомань! На воле порезвишься, если будет тебе воля. Ты на что намекаешь? Послушай, Глеб, ты что, не понимаешь, что тебя Степан в живых не оставит? Все, кто с ним был рядом в подручных, давно мертвы. Хочу, чтобы ты поняла. Я Степану неподручный. А ему все равно, кто ты. Подручный или прохожий. Он никого не щадит. Уж я-то знаю, как Степан в зверя превращается. Здорово, Пахом. Язык проглотил? Здорово. Здорово, Степан. Слава Богу, признал. Через тунгуй хотел с моим золотишком смыться. А вот оно, твое золотишко-то. Вот оно, для тебя. Для тебя брал. Для меня, Пахом, ты бы в чуйск двинулся. К Любке в кабак. Там бы рассчитались. Поровну. Как обещал. А ты, я вижу, по-другому решил. Прости, Степан. Прости. Прощаю, Пахом. Чего уж там? Ты же мне жизнь спас. Да. Другой бы плюнул. А ты ведь, считай, меня из могилы вытащил. Да. Да. Служить тебе буду. А надо тебе это, Пахом. Серега вот тоже однажды мне жизнь спас. Потом против меня пошел. Теперь это служит мне. Терзается. Пощади. Пощади, Степан. Пощади. Ладно. Вставай. Держи, Пахом. Стволом вверх. Что я должен для тебя сделать, Степан? А хочешь? Хочешь, я его сейчас пристрелю? Это ведь он же тогда в керженцах тебе кинжал в сердце, в отпул. Поиграться решил, Степан? Нравится мне это дело. Кровь береги. Считай, Дадрёк, Серега. Зачем? Сейчас мы с Пахома стреляться будем. Ты ведь охотник. С одной руки сможешь. Считай, Серега. Не хочешь? Тогда я сам. Раз. Приготовься, Пахом. Два. Молодец, Серега. Я плашал. Я плашал. А-а-а... 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 Жизни не было. Серёга, ты впредь будешь меня оберегать, пока к Верунечку не вернёмся. А там мы с тобой побазарим и по душам. Говори, сейчас, Степан. Нет, Серёга. Все расклады я тебе в тунгури выложил. Когда доплывём? Если доплывём, Серёга. А ты пока Пахома похорони, если хочешь. Ты же у нас сердобольный, Серёга. Я скоро. Глеб. Нам, Сергеем Золото, Степаном, ни к чему. Если поможешь, тебе одному всё достанется. И как помочь? Только один способ есть. Ты знаешь. Степана завалить. Сможешь? Степана завалить недолго. Только для меня слово дороже. Какое слово? Моё. Взяла работу, работай. Иначе никакого золота не хватит. Откупиться. Ладно, бежать не пытайся, с малой далеко не убежишь. А так жить будет. С Вадькой дай поговорить. Все, Степан, отчаливаем. Поторопись. Все правильно, Серега. Всего ничего, Верунчику жить осталось. Если со звонком к полу не опоздаем, ну мы же ведь не опоздаем, Серега. Моли Бога, Степан, чтоб не опоздали. Зацепим на полу. Плот быстро! А ты попроси хорошенько. Вдруг я с тобой плыть передумал. Золото ведь у меня. У тебя другой интерес, я чувствую. Ну, может быть и так. Только, Серега, за языком своим теперь ты следи хорошенько. А то я тебя и вспылить могу ненароком. Здесь берега держаться надо. На стремнении волной накроет. На стремнении быстрее будет. Пойдем посередине. Как скажешь, командир. Давай, давай, Степан. Давай, Серега. На встречу к счастью. На, ешь. Ты смотри, какая псина привередливая. Да сытая она, Захарыч. Всю ночь лопала, только треск стоял. И что же, тут всю ночь ковырялся? А мне чего. Я в милиции выспался на год вперед. Это ж надо, как вовремя тебя опустили. Повезло тебе. Кто ж тебя так поранил? Знать бы, кто. Загребай, Степан, загребай. К берегу сносим. Да ко мне идем, не проскочим. Ну так загребай. Вода поднялась. Несет. Несет. Полетели, 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 полетели высоко. Пойдем в кроватку. Вот так. Смотри, какой у нас есть колокольчик. Какой хороший колокольчик у нас. А это что у нас? Носик? Носик у собачки. Носик. Носик. На, держи. Ай, какой красивый, да? Ну, подержи его. Хороший колокольчик, подержи. Время. 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 Послед croisаться на доске. После дуала. Время. Мастер. Что происходит? Разжигая. Продолжение следует... 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 Глеб. Глеб. Эй! Где ты там? Глеб! Тебя. Да. Степан? Я это. В порядке. В Тунгуе. Городишко такое, неважно. Завтрак у труда придём. Предупри Антона, пусть выдвигается. И где-нибудь поблизости будет. Вместе с Васькой. Часам в десяти. Понял тебя, Степан. Когда на связь выйдешь? Каждые два часа буду. Звонить. На всякий случай. Всё, Глеб. Отбой. Повезло тебе, красавица. Теперь долго жить будешь. Пей. Ну, как знаешь. Поймай я, Серёга. Угомонись, Серёга. Убьёшь меня, Глеб свою работу сделает. Сам ведь слышал. Здесь расстанемся, Степан. Навсегда. Слышишь? Давай. Возвращайся за своим золотом. Только Глебу позвони, пусть. Веру с Васькой отпустят. Нет, Серёга. Игра ещё не закончена. Вместе поедем. С Верунчиком хочу попрощаться. И... И Ваську забрать с собой. По справедливости. Он же сын мой. Ты же сам за справедливость, да, Серёга? Не поедет с тобой, Васька. Откажутся. Испортили пацана. С вами останется, сопляком вырастет. А мне наследник нужен. Воспитаю. Такого же подонка, как и сам. Всё, Серёга. Так, базар закончен. Ещё слово ввёкнешь? Пристрелил. Значит, в десять? Угу. Ладно. Я с дороги позвоню. А что, пацан? Сначала борзел, потом ничего, притих. Ха-ха. На, поговори. Мама! Что у тебя с голосом? Ты заболела? Я просто очень по тебе скучаю. Завтра мы с тобой увидимся. Я целую тебя, сыночек. А муженёк-то у тебя с норовом. Пальцы, говорит, я свои сожру. Как думаешь, сожру? Ну, что смотришь? Сожрёшь, Глеб. Если с моими детьми что-то случится, сожрёшь. Посмотрим. Так и будет. Ну, всё. Завтра с мамкой попрощаешься и с отцом уедешь. И мне больше не париться. Ну, ты и жрать гораст. Пять Нервная, у вас так бывает? А что мне нервничать? А тебе? Думаешь, об отчиме скучать будешь? Забудешь через неделю. Дался он тебе. Ты смирись, пацан. Отец твой человек большой. Он вон, как в Чуйске, всех в кулаке держал. Хозяин. Да и наследство. Знаешь, какое он тебе оставит? Серёга, спиртное достал. Проходи. Надо же. С армией фонарями не светил. Как только в поезд впустили. Здорово ты меня уделал, герой. Молодец, Серёга. Хорошо держишься. Молчишь. У тебя будет шанс высказаться. Обещаю. Ну ты вообще оборзел. Все сожрал. И понадкусал. А ты что, сэкономить хотел? Да мне-то что, за всё твой отец платит. Ну так езжай, купи жратвы. Завтракать-то мы чем будем? Какой завтрак? Завтра с рассветом поедем. Я без завтрака никуда не поеду. Ой, куда ты денешься? За уши и в багажник. А я отцу скажу то, что ты мне есть не давал. Опаньки, приплыли. Это чего это? Лучше съезди, купи фруктов. Ну что, тебе жалко, что ли? Всё равно за всё мой отец платит. А то ведь смотри, скажу. Ну, ладно. Будут тебе фрукты. Руки давай. Не надо! Куда я убегу? Давай, давай. Так вот, в воспитательных целях. Если чего надо, лучше сразу говори. Сока купи. Ага. И книжку мне какую-нибудь почитать. Какую ещё книжку? Про моряков сойдёт. Ладно. Будет тебе книжка. Ты мне её потом вслух почитаешь. Я про моряков сказки люблю слушать. Ага. Книжку. Руки. Нев��. Руки. 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 Продолжение следует... 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 Так, Луккино, Митрошина, не то. Вот, Диулина! Ты уверен? Точно, мамой с Сергеем говорили. Вот, Диулино! Ну, всё, теперь найду. Молодец, Васька! Дядя Федя! А может, лучше в милицию? Да какой от них толк? До утра точно провозятся. А ты сам говоришь. Ну, тогда запрягаем. Ты здесь остаёшься. Ложись спать. Не, я с вами. Об этом не может быть и речи, Васька. Ну, не могу я тебя взять с собой, друг. Понимаешь, не могу! Дядя Федя! Так нечестно! Дядя Фёдор! Ты куда это собрал-то? Куда надо! Захарыч, пистолет свой дай. Да ты что, Фёдор! К Захарычу я сейчас могу и по башке вдарить. Давай по-хорошему. Дашка! Не шагу отсюда! Место! Завтра верну. И никому ни слова. Ты не знаешь. Патроны-то хоть есть? Обойма целая. Если кто-то чего спросит, скажешь, я вытнял. Всё даю! С heck! Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово! Эко тебя помотало! Да, не без приключений. Антон где? Молчит мобильник. Вчера отвечал. Вера вон с пацаном говорила. Глеб, сгоняй, узнай, что там. А с этим что? С этим мне ещё поговорить нужно. Сгоняй, Глеб. За риск добавлю. Ваську привезёшь, ещё пару скрытков с меня. Лучше его. Лучше его. Не торопись, Глеб. Зволновал он меня очень. Он мой должник. Серёга, Серёга, не та у тебя сноровка, что раньше. Вставай. Пойдём к Верунчику. Поздороваемся и начнём. Серёга, подъём! Эм thermoset, перестал… Ой господи. Тихо-тихо-тихо-тихо… Покажу, камальки, сейчас моя маленькая. Тихо-тихо-тихо-тихо… Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо… Да? Здесь, подожди, Серёга! Мы с Верунчиком скоро. Не шуми, пошумим, ещё немного. Верунчик. Сука! Бери ребёнка и на улицу! Ребёнок тебе зачем? Ладно, оставь. Не убежит. Брось, Серёга! Я ж тебе ствол обещал! Брось, говорю! Верунчик, мы тут с Серёгой одну иглу затеяли. Без зрителей скучно будет. Жаль, нет главного зрителя. Где Васька Степана? Думаю, там же, где и был. Грэв! Там же... Тихо! Итак, объясняю правила. Верунчик, берешь пистолет. Отдаешь своему муженьку. Серега, берешь пистолет, стволом вверх, как я, видишь? Хорошо, Степан, только пусть Вера уйдет. Нет, Верунчик отойдет на пару шагов и будет считать. До трех или до пяти, а? Степан, это наша с тобой игра. Пусть Вера уйдет, я прошу тебя. Вот, Серега, ты уже просить начал. А скоро умолять станешь. И это только начало. Верунчик, присоединяйся. Вместе просите. Я не слышу. На колени, Серега. Я тебя на коленях видеть хочу. На колени. Мама! Мама! Мамочка! Мама! Мама! Я умоляю тебя, не стреляй! Я тебя на коленях видеть! Мама! Мама! В голову! Мама! 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 Вот так, Степан, и бронежилет тебе не помог. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ого, как вас здесь встречают? А я вот вам письмо принёс. Вот, давайте, принимайте. Васька, возьми письмо. Добрый день. Может, чайку вопьёте? Добрый. Нет, я тороплюсь. От кого письмо? От Марии какой-то. Ага, что пишет? Кондратова издоровел. А чем он болел? Неважно, Васька. Главное, жив-здоров человек. Вер, Кондратова издоровел. Какая собачка. Я в больницу звонил, Фёдора тоже скоро выпишу. Извините. Дара. Бать, я побежал. Отпусти человека. Спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо. Удачи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дара. О, что ты так полетел? Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok